А готовы банально откупиться от регулятора, уплатив штраф. При условии, они могут возобновиться практически моментально. И это еще один важный момент в пользу будущего роста XRP. То есть коррекция 10 и 11 января с падением в моменте на 31%. И теперь мы находимся в стадии восстановления. Рад приветствовать на канале Коинпост. Примерно месяц остался до того, как комиссия по ценным бумагам и биржам, а также компания Ripple направят суду информацию по предстоящему делу и предложат свои варианты досудебного урегулирования конфликта. Крайний срок подачи документов 15 февраля, а само заседание назначено на 22. Глава Ripple Брэд Галленхаус уже назвал происходящее атакой на всю криптоиндустрию. Многие площадки и фонды отказались от торговли XRP, чем нанесли сокрушительный удар по цене токена. Но в новом 2021 году курс XRP поднимался до 37 центов и во многом вел себя так, как будто никакого суда на самом деле нет. Как будет развиваться история с судом и как она скажется на цене XRP, будем распираться в сегодняшнем видео. А кто еще не принял участие в небольшом интерактиве о том, упадет ли биткоин ниже 30 тысяч долларов и можно ли доверять техническому анализу, вас ждут в нашем телеграм. Ссылка есть в описании каждого видео. Мы начинаем. Про саму историю противостояния между SEC и Ripple я уже рассказывал в другом видео. Кто не видел все подробности в том ролике, ссылка на него будет на экране и в описании. Но кратко напомню, что обвинение выдвинуто против Ripple за торговлю незарегистрированными ценными бумагами под видом токенов XRP. Также в качестве ответчиков выступают основатели компании Брэд Гарлинхаус и Крис Ларсен. Последним вменяют введение инвесторов в заблуждение, потому что компания предоставляла недостоверную информацию касательно использования сервиса ликвидность по требованию, где задействован токен XRP. Реакция Ripple на начало судебного расследования было то, что регулятор преследует всю индустрию и после них возьмется за другие компании. Но это уже старая, можно даже сказать прошлогодняя история. А вот что заявлено в новом, практически официальном ответе. Первое и, наверное, самое главное это то, что Ripple намерена урегулировать конфликт в рамках досудебного разбирательства. Фактически это значит, что Ripple не хотят устраивать долгий суд на полгода, год и так далее. А готовы банально откупиться от регулятора, уплатив штраф, при условии, что его размер их устроит и не будет выдвинутой каких-то дополнительных требований, например, сжечь все токены XRP или вообще остановить работу реестра XRP. Если SEC хватит простого штрафа, Ripple, вероятно, просто отдадут деньги и здравствуй новый рост XRP на таких прекрасных новостях. Вторая часть ответа Брэда Гарленхауса сводилась к тому, чтобы погасить панику владельцев XRP. Кстати, самые ответственные сторонники этой криптовалюты даже подписали петицию в защиту XRP и таких несколько десятков тысяч. Но вернемся к Брэду. Это так зовут главу Ripple, а то вдруг вы не поняли. Он отметил важный момент, что торговые платформы не проводят делистинг XRP, а лишь временно замораживают торги до прояснения ситуации. То есть, как только вопрос будет закрыт, они могут возобновиться практически моментально. И это еще один важный момент в пользу будущего роста XRP. И раз уж я вспомнил про криптовалютные биржи, хочу сказать несколько слов о торговой площадке KuCoin. Это одна из немногих площадок, где сегодня можно торговать анонимно, без прохождения верификации. Быстрая обработка транзакций, низкие торговые комиссии и вывод средств в течение 10 минут, тоже с минимальными комиссиями или вообще без них. Торгуйте большим количеством альткоинов через браузер или мобильное приложение. Вам в помощь большой набор инструментов аналитики с поддержкой стратегии TradingView. Как раз сейчас на KuCoin проходит новогодний конкурс. Кто активизирует торговлю фьючерсами до 18 января, может принять участие в аирдропе на 50 тысяч долларов. И это только первая часть. Всего будет три этапа с повышающимися вознаграждениями. Выполняешь задания по торговле фьючерсами на криптовалюту и сразу получаешь бонус в USDT, который можно вывести. Подробнее про условия конкурса и биржу KuCoin можете узнать по ссылке сразу под видео. Также Гарлинхаус отметил, что расстроен требованием компании Tetragon погасить акции Ripple. Это компания, которая покупала настоящие акции Ripple, а не XRP. Но вопрос с ними тоже будет закрыт. А что касается обвинения в оплате и использования сервиса на базе XRP, то по такой же схеме развивались PayPal и другие платежные компании, и это полностью законно. За это время были и плохие новости. BACT заявили, что не планируют никаких продуктов на базе XRP, а криптофонд Grayscale удалил XRP из своего инвестиционного продукта Digital Large Cap Fund. Но в этот раз обошлись без катастрофы. Хотя бы на какое-то время Litecoin занял место XRP в топ-4 криптовалют по капитализации. Но затем цена снова пошла вверх. Почему это произошло и какой прогноз на будущее, поговорим во второй части видео. А пока хочу поблагодарить всех, кто помогает развитию канала. Для этого достаточно просто поставить лайк, особенно если вам полезны и интересны мои видео. Сразу давайте проясним. Я в курсе претензий крипл насчет централизованности их сервиса и того, как они банально зарабатывают на продажах токена XRP. Также я не разделяю фанатичной веры в большое будущее XRP, типа замена доллару и так далее. Это я просто предсказываю, о чем могут быть комментарии под видео. Но сегодня речь конкретно о цене XRP на ближайшее время. И вот, что я думаю. Первые негативные последствия от всей этой истории судом уже отражены в цене. И без какой-то сенсации, типа сек требует заморозки сети XRP, курс дальше падать не будет. Что касается роста до 37 центов или же на 67 процентов, то тут сыграло два фактора. Первый – это хорошие новости касательно положительного настроя Ripple по быстрому урегулированию судебного разбирательства. Второй – это памповая история со Stellar и Украиной. Мое мнение, что это реально заявление ради заявления. Ну и чтобы разогнать цену. Stellar на радостях даже влетела в топ-10 криптовалют. Но потом все начали вспоминать, что это форк XRP. И дальше додумали себе причины, почему и XRP тоже надо срочно купить. В дальнейшем курс XRP вел себя согласно всему рынку, повторяя динамику за биткоином. То есть коррекция 10 и 11 января с падением в моменте на 31%. И теперь мы находимся в стадии восстановления. Именно по этой причине я в самом начале видео упоминал биткоин. И то, что он рисует паттерн голова и плечи, который может указывать на продолжение коррекции. Если это произойдет, то и XRP ждет падения. Но пока цена будет ходить за рынком, это не страшно. Ведь потом так же быстро сможем развернуться на рост. А вот что важно, так это документы СЭК и Риппл, которые они предоставят суду. Информация в них повлияет на будущее Риппл. И держите в голове возможность стремительного роста, если Риппл и СЭК договорятся закрыть вопрос простой оплатой штрафа. Вообще без суда. И напоминаю о возможности сделать репост этого видео. Если у вас есть друзья и знакомые, сидящие в XRP, им будет важно и приятно. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся.